К обсуждениям проблем здравоохранения, которые вскрыл Общероссийский народный фронт, сегодня подключился президент. Владимир Путин участвовал в форуме, где как раз и разбирали конкретные факты. ОНФ несколько месяцев по регионам собирал информацию, и для некоторых руководителей сегодняшняя встреча оказалась неприятной. Президент потребовал прекратить, цитирую, тырить деньги, жестче контролировать цены на лекарства, вернуть все бесплатные медицинские услуги, и кроме того, сделал заявление, которое ждали многие. Запрета на импортные препараты и технику не будет. Рассказал глава государства, как и где сам лечится, и что делать, чтобы не заболеть. Илья Костят внимательно слушал. Доступность первичной медицинской помощи, особенно в сельской местности и удаленных районах, возможность качественного и бесплатного лечения в стационарах, в случае, если человек серьезно заболел, а также сдерживание дальнейшего роста цен на лекарства, в первую очередь из списка жизненно необходимых. Чтобы попытаться решить эти и другие актуальные проблемы медицины, активисты Общероссийского народного фронта, предлагаю взглянуть на них глазами пациентов. Чтобы охватить весь пласт проблем, активисты ОНФ работали по секциям. Участники одной из дискуссионных площадок, в частности, предложили ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений, находящихся в селах и отдаленных районах. О том, что ситуация действительно сложная и требует немедленного вмешательства, говорят и данные статистики. Согласно результатам проверки, проведенной счетной палатой, в России 17,5 тысяч населенных пунктов вообще не имеют медицинской инфраструктуры. Из них более 11 тысяч расположены на расстоянии свыше 20 километров от ближайшей медорганизации, где есть врач. И у экспертов, и у практикующих медиков возникает много вопросов по поводу эффективности, проводимых в этой сфере реформ. В условиях, проводимых реформ, мы видим, что произошло сокращение большое количества специалистов. Более почти 90 тысяч медицинских работников были сокращены. И это во обстоятельствах, когда мы имеем сокращение, когда мы имеем дефицит кадров. Эти проблемы особенно остро стоят, и на них, так сказать, обращают внимание граждане в сельской местности. Дело ведь не в увольнениях как таковых, и не в дефиците как таковом. Дело в том, что нам нужны те, которые отвечают современным требованиям и обеспечивают высокое качество. Поэтому, если где-то происходит оптимизация, это еще не признак беды. Важно, чтобы их замещали высококвалифицированные современные специалисты. Если вы увидели, что что-то делается недолжным образом, а что-то не делается вовремя, или делается не так, как задумывалось, вот это самое главное. Унести коррективы в эти реформы, нужные и своевременные. У маленького Никиты из Ростовской области проблемы с сердцем практически с самого рождения. В отдаленном сельском районе, это 300 километров от райцентра, кардиологов не хватает. Случись с кем инфаркт, распознать опасность иногда бывает просто некому. Несознательность проявляют и сами пациенты. Сто минут проходит с момента, когда возникает болевого синдрома пациента с инфарктом миокарда, и до момента, когда он наберет номер 03. Сто минут – это много, это непозволительно много для того, чтобы мы качественно оказали медицинскую помощь. Чем быстрее мы это будем делать, тем будет качественнее она оказана, тем лучше будут прогнозы этого пациента, тем он быстрее выпишется домой. Елена, многодетная мама из Кировской области, к врачам обращается достаточно часто. И почти каждый раз у нее возникают вопросы, какие медицинские услуги ей и ее детям должны быть оказаны бесплатно, а какие уже за деньги. Я с ребенком попала к ортопеду, объяснила врачу свою ситуацию, то, что меня беспокоит. И он мне сказал, что в условиях данной клиники квалифицированный прием он провести не сможет, потому что из всех технических инструментов у него только сантиметровая лента. Но он принимает в платной клинике, я могу к нему туда обратиться. Владимир Владимирович, помогите просто нам разобраться в обосновании навязывания и причинах роста платных услуг, мы все-таки должны знать, на что пациент имеет право, какие услуги он должен получить бесплатно, согласно нашему закону, в какие сроки и на каких условиях. Средства, необходимые для полноценной работы системы ОМС, выделяются государством в полном объеме, я хочу это подчеркнуть, в полном объеме и в нужные сроки, предусмотренные соответствующими документами, доходят до регионов. Поэтому ссылка на то, что чего-то не хватает, абсолютно несостоятельна. Но при этом гражданин должен точно и ясно понимать и знать, что ему положено бесплатно, а на что, в принципе, как дополнительная какая-то услуга, он, если захочет, может истратить какие-то свои личные сбережения, личные средства. Нужно, чтобы в каждом регионе Российской Федерации и на уровне и по линии соответствующих структур медицинских была полная информация у граждан. Это легко сегодня сделать, используя возможности интернета. Давайте их будем внедрять в практику. Все сделают для того, чтобы это состоялось. Деньги на здравоохранение государством выделяются и немалый, заметил президент. Средний объем финансирования отрасли за предыдущие 3-4 года – 3,6% от ВВП. Вопрос в том, насколько эффективно и как эти средства расходуются. Журналист из Еврейской автономной области в своем выступлении раскрыл одну из схем вывода бюджетных денег в частные структуры. Выяснилось, что единственная крупная в Биробиджане лаборатория, которая оказывает медицинские услуги населению, работает на коммерческой основе. Да и результаты анализов нередко выдаются с ошибками. 12 лет существует проблема, и никто не может ее решить. Я подошел к заместителю руководителя здравоохранения и задал ему вопрос, сколько эта ситуация будет продолжаться. Но что он мне ответил, что для решения этой ситуации нужно, как он показал, решение сверху. Владимир Владимирович, я вот пользуясь случаем, так сказать, обращаюсь к вам. А у нас руководитель Росздравнадзора здесь? Да. А какие вам нужны указания, чтобы деньги не тырили у народа из кармана? По данному региону была комплексная проверка, и ТЭФИ-диагностика, то, о чем говорилось. По ним были большие замечания в целом по региону. Документы были направлены в прокуратуру по результатам этой проверки, губернатору. Нам отчитались, что сняли министра, и прокуратура приняла в работу результаты нашей проверки. Вы подтверждаете то, что сейчас Сергей сказал, и реагируете, и материал проверка передает прокуратуру? Абсолютно, Владимир Владимирович. Поэтому по данному региону там вообще особый контроль. Эта проверка была в прошлом году завершена, и вот эти вопросы, они однозначно будут завершены. Ну хорошо, доведите до конца и доложите мне потом. Еще одна тема, которая беспокоит многих – доступность лекарств. Препараты по льготным ценам из списка жизненно необходимых не всегда бывают в аптеках. Высокая степень зависимости от зарубежных препаратов является угрозой национальной безопасности страны, считают участники форума. Тема сверхчувствительная для многих, поэтому говоря об импортозамещении в этой области, Владимир Путин призвал действовать осторожно. Задача на ближайшую трех лет, куда 90% всех препаратов должны производиться в России. Но это не значит, что на импортные лекарства или технику вводится запрет. Мы никогда не говорили, не говорим и не собираемся говорить, что мы будем запрещать какие-то импортные препараты, либо импортную технику. Ни в коем случае. Нужно просто развивать у себя с тем, чтобы у нас появились, как он говорит, способные вещи. Не только дженерики, но и свои формулы нужно разрабатывать и внедрять. Я знаю, что на многих наших предприятиях фармацевтических сейчас работают такие великолепные, такие замечательные, просто высокопродвинутые специалисты, целые коллективы созданы научные, которые в состоянии предложить вот эти новейшие формулы и расширить даже круг список лекарств, которые мы будем производить здесь в России и будем предлагать мировому рынку. Говорили сегодня, конечно, и о зарплатах медиков. Серьезной разницы в оплате труда между руководителями клиник и врачами быть не должно, считает Владимир Путин. Таким образом, оклад главврачей должен быть привязан к средней зарплате в медучреждении. Неожиданный вопрос Владимиру Путину от еще одной участницы дискуссии на форуме Народного фронта. Вчера на дискуссионных площадках обсуждалось, поднималось очень много тем, которые волновали, среди которых были сводки Минздрава, по которым можно сделать вывод о том, что проблемы, существующие в отечественном здравоохранении, решаемы или уже решены. Однако многие чиновники руководящего звена нашей страны по-прежнему продолжают пользоваться услугами зарубежной медицины. Что Вы скажете по этому поводу? Особенно это интересно, конечно, в отношении людей, занимающих высокие должности и посты. Они должны думать над тем, как улучшить систему здравоохранения и здесь лечиться, улучшить систему образования и здесь дать возможность получать дипломы своим детям. Конечно, это такой моральный выбор. Но запретить, заставить, я думаю, что это было бы неправильно. А вот побудить человека к тому, чтобы пользоваться услугами здравоохранения национального или образования, конечно, можно. Но и, конечно, нужно присматриваться к тем людям, которые поступают так или иначе. Уверяю Вас, я так и делаю. Ольга Юрьевна, где Вы лечитесь? Я лечусь в Российской Федерации. У меня есть любимые клиники. К сожалению, не всегда есть результат, но это как раз проблемы нашей системы, которые мы должны реализовывать вместе. Лечение в России должно быть не только эффективным, но и комфортным. Еще одно предложение Народного фронта – создавать достаточное количество парковочных мест около медицинских учреждений. Особое внимание при этом к людям с ограниченными возможностями. Формальный подход здесь неуместен, как, например, случилось в этом травмпункте Екатеринбурга. Пандус для инвалидов построили, а то, что подъезд закрыт решетками и колясочники здесь попросту не проедут, внимания, видимо, никто не обратил. Илья Костин, Наталья Голубь, Павел Рудаков, Маргарита Шила, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова